Несмотря на непогоду, настоящий праздник выдался и у футбольных болельщиков. Спортсмены разных возрастов и клубов показали свое мастерство на дне массового футбола в Люберцах. Поддержать футболистов пришел и Владимир Ружицкий. За ходом игры наблюдала наша съемочная группа. Шесть футбольных команд вышли на поле стадиона «Торпеда», чтобы показать все, на что способны. Семен Мурсалимов занимается в Люберецкой команде «Звезда» уже на протяжении шести лет. По три-четыре раза в неделю он посещает тренировки, чтобы добиться высоких результатов. О том, почему он выбрал именно футбол, говорит уверенно. Всящем я интересовалась этим видом спорта, и мне потом со временем уже тоже начал нравиться этот вид спорта. Никогда неизвестно, как ты сыграешь. Ты можешь вести со счетом с крупным счетом, и потом через несколько уже минут может быть счет равен. Но я постараюсь как можно лучше развиваться, стараться прибавлять во всех аспектах футбола и постараюсь стать футболистом. В игре с командой «Торпеда» его сборная победила со счетом 5-0. По болеть и поддержать игроков пришел и глава округа Владимир Ружицкий. Вы, ребята, молодцы, потому что вот если вы, вы же сильнее своих сверстников, как вы думаете? Ну, конечно, да, чего сомневаться. Да, потому что вы на поле бегаете, мышцы тренируете, спортом занимаетесь. А будете подрастать, вы 100% будете сильнее других. В день массового футбола на поле вышли игроки разных возрастов. Так две команды Люберецкой любительской лиги также поддержали всероссийскую футбольную акцию. И такой интерес, по словам Владимира Суркова, оправдан. Как сказал Владимир Петрович Ружицкий, то есть самый массовый спорт – это футбол у нас. У нас играет футбол, начиная со дворов и заканчивая уже всеми нашими стадионами. Самое крупное наше футбольное отделение – это, конечно, футбольный клуб «Звезда» и комплексная спортивная школа, которая выступает на первенстве в области, также на районных соревнованиях во всех возрастах. Впервые день массового футбола прошел в 2011 году и был приурочен к финальному матчу Лиги чемпионов в Москве. А уже позже стал общероссийским движением. Мария Антонова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.